Еще главное, самое противное, они же ковыряются в моем грязном белье, то вещи переставляют, то туда и сюда, постель зачем переворачивают, смотрят, что там надо, вот такой вот постоянно, даже у меня были пятна, понимаете, на простыне. А какие пятна? Ну вот, видимо, сексом занимались, понимаете, даже и такое было. Очень странно вообще, очень странно. Ну вот вообще, вообще, и было такое, что прокладки мои из мусорного ведра вытаскивали, выкладывали, вот такие гадости, даже вот противно. В Екатеринбурге два наших земляка, два пранкера, два Евгения, называющие себя в интерсети Жека и Еврей, борющиеся с разного рода проявлениями мошенничества, аферизма и прочего комбинаторства, взялись осваивать новую Ниву, паранормальную. Началась эта свежая струя в пранкерской деятельности с того, что к ним обратилась некая женщина Ольга и рассказала, что уже 4 года к ней в квартиру якобы проникает некто, ковыряется в вещах, в мусоре, даже, как вы слышали в начале, оставляет на простыне следы совокупления. В общем, кто-то злой вмешивается в ее жизнь, чем очень сильно напрягает Ольгину психику. И пранкеры решились на эксперимент, то есть затеяли изобразить из себя целителей, этаких добрых магов, позитивных шаманов. Поскольку ни Жека, ни евреи своими харизмами особо на звезд эзотерического фронта не тянут, постольку они на роль шамана пригласили поэта и художника, нашего старинного экзотического друга, 75-летнего Спартака, по паспорту Владимира Седакова. Вот он похож и на мага, и на волшебника, и вообще на сказочного персонажа. И евреи со Спартаком, и с полной сумкой всякой антинаучной фигни пришли к Ольге в адрес. Изображать людей, которые ей смогут помочь. Хозяйка жилья сразу же на роль злодейки, которая портит от слова порча ее жизнь, предложила свою старую знакомую. Я ее считаю маньяк-убийца. Женщину эту? Да, я считаю, что она маньяк-убийца. Потому что она в молодости камнем забила свою подружку из-за зависти. То есть нашла вот жертву, да, вот меня. Не мучает ее? Да. Вот она нашла и думает, вот какой конец у нее когда будет, а уже, видимо, бить-то не может. Надо бить, да. И доставляет, видимо, удовольствие. Да. А может та женщина и прокляла эту квартиру? Либо призвала там какого-то духа, который приносит неприятности? Шизофорнию, правда, никто тоже не отменял. Ну и я не врач, поэтому ребята объяснили Ольге, что сейчас проведут поиск негативных магнитных полей. Спартак достал из своей чудо-сумки с шарлатанскими прибамбасами две проволоки с деревянными ручками, которые так любят всякие кудесники. И стал делать вид, что прошупывают негативные энергии. Задача, как вы понимаете, не найти их, а сделать вид. Чтобы, значит, Ольга все это увидела и самовнушила себе освобождение от полтергейста. И Спартак типа нашел источник зла. Цветочки. Они заливаются ядом, поэтому вот эти листья, они не живые. Я знаю, что говорю. Вот яд-то вот здесь. А вот собираем, вот он яд-то где. Может быть совочек, да? Вот, да, без совочек, рука. А это что? Что это такое? Это тоже выкидывать надо. Там лучше карандашом подыхлите. Вот оно яд-то где. Поэтому они не дышат. Они полумертвые. Да страшно, ты живешь в своей квартире. Да, страшно. И когда вы должны счастливо жить, а не страшно. Спокойно? Привыкли уже к этому? Да. Так. Здесь яд или не яд? Мертвые это растения. Все яд-то, яд. Разошли. Надо на анализ отставлять вот эти кому-то. Ну а пока Спартак камлал и изображал, типа, поиск тонких энергий, еврей занимался более грубыми делами. Он шарился по квартире и, типа, искал куклу Вуду, которую, в общем-то, сам и принес в квартиру и положил в шкаф. И, конечно, еврей ее нашел со свойственной ему артистичностью. Это что такое? Это что такое? Это что такое? Посмотри, что нашел. Где свет? Не знаю. В вещах, вещах. Что это такое? Что это такое? Скрыли еще раз. Выкинь. Пошли, давай на кухню. Подожди. Да выкинь это. Подожди, выкинь. Ты что? Подожди, это что? Надо иголки вынимать. Оля. Иголки вынимать. Оля. Не бойся. Оля, тихо. Тихо. Оля. Иголки вынимать. Снимай. Иголки. Руками не трогать, руками не трогать ее. Это подклад, это какой-то был магический ритуал, проведен на вас, Оля. Объясню почему. Смотрите. Куколка, иголка в голове, получается, действует на мозг. Понятно, болит голова? Вы же переживаете, вы об этом думаете, да? Это лапки. Да не плачет. Подожди, подожди, Владимир. Это лапки. Они сделаны, как, знаешь, как покойника кладут вот так вот в гроб, руки крест-накрест, да? Получается, сделано на смерть. И иголка втолкнута. Нитка красная, нитка замотана. Что дальше? Три иголки, где интимная часть. Сделано, получается, на эту вот, она влияние идет. И на голову, и на смерть сделано, и еще на интим. Интимные эти самые чакры. А ты где нашел-то, я не понял. В шкафу, в вещах, в вещах. Я не трогаю, где нужно сжечь. Это подклад, друзья. Посмотрите, это подклад. Офигеть. Вот, давайте сюда. Вот, подождите. Не выкидывайте, не выкидывайте. На улице надо выйти. Если бы не мы, вы бы даже это не нашли. Потому что полгода у вас, как говорите, уборки не было. Я был прав, что это та женщина, возможно, колдовала и подложила. Когда у меня были ключи, когда у меня был доступ в квартиру к Ольке. Апофеозом этого театра двух актеров стало окропление квартиры святой водой. Это было единственное действие, которое реально могло принести пользу. Мы не знаем, действительно ли это была святая вода. В принципе, почему нет? На крещение же все и верующие, и не очень набирали агиасму. Или Спартак набрал жидкость из-под крана. Задача-то была просто провести некие манипуляции, чтобы Ольга в них поверила и расслабилась. На пассажок еврей рассказал историю, которая напомнила ужастики, которыми дети пугали друг друга в пионерских лагерях. Ну, типа там про синее пятно или зеленую руку. Тут про черную кошку. Случай был у моей мамы. Мама дома была, и кошка черная, первый этаж. Она так запрыгивает кошка. А мама взяла, и так форточка с квартиры, стукнула вот так. Кошка ударила, кошка упала, первый этаж. На следующий день, выходом на улицу, раньше были лавочкой по ней застояли. И сидели женщины, пожилые женщины сидели. И у одной женщины сильно плечо болело. Она такая, о-о-о-о. И получается, как это женщина, как мама думает, в кошку превращалась. Вот. И у меня потом плечо, рука болела у этой женщины. Да, это любое. Не может быть такое? Нет. Квартира осмотрена биорамками, проверена от предметов подозрительных, зачищена даже святой водой, окарплена и главное. Испорченная земля и кукла Вуду с иголками унесены из дома. Ольга может спать спокойно. Естественно, весь этот цирк ребята устроили, чтобы убедить человека, что у нее все хорошо. Проблем больше не будет, и житься теперь ей будет куда спокойнее. Эти рамки псевдонаучная дичь. Кукла подброшена. Про землю, ну, просто раздули на ходу. Но помогло ли ей это на самом деле? Алло, Ольга, здравствуйте, это Евгений. Как у вас дела? Здравствуйте. Как у вас дела? Да ничего, вроде нормально. Все хорошо? Да. Да? Ну, вы там полы помыли, сделали уборку-то после нас? Постирали все? Конечно, конечно, все. Ну, Ольга, ну, как вы считаете, после нашего-то визита к вам мы помогли вам? Как бы легче стало? Конечно. Да-да-да. Ну, как бы спокойнее, наверное, стало. Ну, спите спокойно, ничего не беспокоит, да? Да нет, вроде нормально. Хорошо, что все хорошо. Ну, ладно, до свидания. До свидания. В общем, у Ольги у нашей все хорошо. Кыш нечистая сила, останься чистый дух. Вот с таким девизом, друзья, мы помогаем людям. Если у вас в квартире появилась нечистая сила, пишите, обращайтесь, поможем, чем сможем. Ну, будем считать, что эксперимент прошел удачно. Пора и в газету объявление давать. Мол, потомственный маг Владимир Спартак и его ученик Еврейний Волховович избавит вас от портия. Всем, мужчина, поддержи новости Шеремета. Оформи спонсорство и купи сувенирные кружки с символикой СМЕРШ, директором Шереметом и боевым советским оружием в его редакторских руках. Кружки из коллекции СМЕРШ ждут ваших заказов на сайте Инсталук. Жми по кружке с армейской звездой. Жми по кружке с армейской звездой.